Мини-футбольный клуб «Цуметь» завершает подготовку к 17-му туру Парису Перлиги. 9 и 10 марта команда Дениса Абышева сыграет с неуступчивым дебютантом чемпионата Липецким ЛКС. В текущем сезоне соперники провели три матча, и все остались за черно-белыми. Правда, при этом дважды игра перетекала в серию после матчевых пенальти. В принципе, игра не особо изменилась, как была такая команда. Очень быстрая, мобильная у Тимур Садриджи. Ну и плюс, конечно, огромное уделяется внимание обороне. Подстраиваться очень хорошо, выходит из-под прессинга, плюс стандартные положения, очень много найдешься. Поэтому готовимся к этим моментам, эпизодам и тщательно их разбираем. В ЛКС не сыграют Азиз Муждаков и Максим Емельянов. Георгий Гавтадзе пропустит первую встречу из-за дисквалификации. Зато в матчах с липецкой командой за «Цумень» может дебютировать Карлос Аугуста. 26-летний игрок перебрался в Сибирь из клуба «Тубарао Фудзал». В прошлом году он вошел в десятку лучших бомбардиров бразильского чемпионата. Контракт рассчитан на полтора года с возможностью продления еще на год. Для профессионального игрока всегда очень приятно получить предложение поиграть в другом чембернате, в другой стране. Наверняка это может говорить о том, что игрок неплохой. Я хотел бы в это верить. И, конечно, когда я получил это хорошее предложение от хорошего клуба, от хорошего чемпионата, конечно, я согласился. То, что он левоногий для нашей команды – это хорошее подспорье, так как у нас дефицит с левоногими игроками. Ну и плюс молодой, перспективный и очень быстрый игрок. Может сыграть как на столбах, так и в подстройке с 10-4 в ноль. Поэтому универсальный игрок – то, что нам нужно. Обе встречи с Липецким ЛКС начнутся в 14.00. Матчи в прямом эфире покажет телеканал «Твоя тюмень».